Религиозный сект и другие. Шестой гражданский форум принимает самый главный зал Дворца Независимости. С одной стороны, это подчеркивает высокий статус событий, с другой хорошо иллюстрирует, кто в доме хозяин или главный. Все-таки это площадка, на которой столичные чиновники чувствуют себя как дома. Ожидалось, что форум посетит сам лидер нации, но лидер не пришел. В его отсутствие работа началась с модных в столице шуток. Чуть не сказал Баке. По-моему, так нельзя уже говорить. Слово предоставляется... Здесь же не парламент, здесь же НПО, можно, наверное. Здесь же господин Хазе Кангдышев, Лава Трусской. Рахмет Баке. Слово предоставляется заместителю руководителя администрации президента республики Казахстана Майловая Павла Назаваевич. Пожалуйста. Двухдневный диалог госорганов с представителями гражданского сектора оплачивает Минкульт. Этот факт уже не оставляет никаких сомнений, кто будет заказывать музыку. У микрофона в основном чиновники, а в кулуарах глава гражданского альянса Нурлан Ерембетов демонстрирует свою полную лояльность спонсорам. Например, комментирует такую проблему гражданского сектора, как несвоевременное финансирование. Эти вопросы уже до форума решаются сегодня в тихих кабинетах министров, канцелярии, премьер-министров, потому что эту проблему сегодня наши финансисты, руководители правительства уже знают. Да, они высказывают проблему, над которой мы сегодня работаем, скажем так, в тиши кабинетов. Молодой НПОшник из Астаны Улан Шамшет сегодня предпочел гражданскому форуму вот этот скромный семинар на тему, как влиять гражданскому сектору на процесс законотворчества. Мне просто жалко этих денег, которые тратятся на проведение такого помпезного мероприятия. Я как налогоплательщик, действительно, иногда задаюсь вопросом, зачем мои деньги тратятся на эти ненужные какие-то там выступления, какие-то тусовки. Зачем кого-то приглашать с регионов. Гораздо, наверное, дешевле поехать вот этому совету директоров гражданского альянса в эти регионы и самим посмотреть, если нужно помочь. Пока одни рассуждают о гражданском обществе в тепле и уюте, в столице Казахстана на башенном кране протестуют две женщины. Так, сестры Серегбаева четвертый день хотят помешать сносу своего жилья на территории Назарбаев университета. Женщины утверждают, что власти города незаконно изъяли их собственность под госнужды. Но верхушки гражданского сектора, который в том числе озабочен вопросами финансирования, нет дела до проблем конкретных граждан, которые пытаются отстоять свои права.